Здравствуйте! Каждую неделю в это время мы рассказываем о работе органов государственных доходов. Сегодня мы поговорим об укреплении этических норм среди государственных слушающих. Расскажет нам об этом заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Карагандинской области Нариман Муслимов. Здравствуйте, Нариман Ертаргуинович. Здравствуйте! И давайте в нашей беседе проясним сразу, для чего необходимо следить за морально-психологическим климатом в коллективе и как это влияет на коррупционную составляющую. Видите ли, одним из основных направлений деятельности органов государственных доходов, впрочем, как и любого государственного органа, является профилактика и предупреждение должностных преступлений, коррупционных правонарушений, любого вида проявления дисциплинарных проступков, включая проступки, дискредитирующие государственную службу. Поэтому меры, направленные на выявление причин и условий таких проявлений коррупции, воспитание антикоррупционной культуры, анализ коррупционных рисков, воспитание высоких морально-нравственных принципов среди наших сотрудников, в том числе культивирование принципа нетерпимости к проявлению коррупции, являются приоритетными в нашей деятельности. В этой связи в текущем году нами разработаны антикоррупционные стандарты, которые определяют порядок действий и порядок принятия решения должностными лицами, которые работают в органах государственных доходов. Помимо этого, конечно же, утвержден, у нас имеется, и мы по нему работаем, план по предупреждению коррупции в органах государственных доходов, который содержит в себе целый ряд мероприятий организационного характера и информационно-разъяснительного характера. Это понятно. Вот есть какая-то статистика? Вот расскажите, сколько проведено там разъяснительных бесед, может быть, встреч каких-то? Да, за первый квартал 2023 года нами проведено, согласно соответствии с этим планом, порядка 305 мероприятий. Это, конечно же, выступления на телевидении, радио, прямые эфиры в социальных сетях, кроме того, это публикации в средствах массовой информации, это публикации в социальных сетях, на страницах нашего департамента, в Инстаграм, Телеграм, Твиттер и так далее. Это изготовление видеоконтента, видеороликов, которые пропагандируют соблюдение этических норм государственных служащих. Помимо этого, нами проводятся семинары, круглые столы с участниками и внешнеэкономической деятельности, и в целом с налогоплательщиками. Это порядка за первый квартал 43 мероприятий таких было проведено. Кроме этого, это практически еженедельные занятия с личным составом, в рамках которых проводятся разъяснительные работы, беседы и лекции среди наших сотрудников. В этом отношении мы хорошо взаимодействуем с департаментом антикоррупционной службы Карагандинской области. И в плане образовательного характера, разъяснительного, нам очень помогает и департамент агентства по делам государственной службы Карагандинской области. Поэтому совместными усилиями вот эта работа проводится, и, я думаю, она достаточно хорошие результаты нам дает. Нариман Гертарганович, давайте все-таки разберемся, что же является причиной проявления коррупционной составляющей, почему это происходит, как думаете? Вы знаете, в департаменте для выявления причин и условий вот этих проявлений у нас проводится постоянный мониторинг и анализ коррупционных рисков. Что это такое? То есть сотрудники, которые непосредственно исполняют свои обязанности, в рамках своего функционала анализируют свои функциональные обязанности, выявляя при этом те узкие места, в которых, по их мнению, могли бы быть некоторые конфликты, либо недоработки, которые в дальнейшем могут спровоцировать некий конфликт или конфликт интересов. В этой связи каждый сотрудник, проявляя инициативу и проводя такой анализ, дает нам понять, что здесь необходимо что-то сделать. Мы это рассматриваем комиссионно и, конечно же, принимаем меры, стараемся исправить либо технологическую схему исполнения, либо функционал таким образом, чтобы таких коллизий больше не было. Поэтому такие результаты дают хороший эффект. В принципе, за истекший период, 22-го года и за 23-й год, фактов совершения коррупционных правонарушений в нашем департаменте отсутствуют. Вообще, несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества. Поскольку есть высокое доверие, то, значит, должны предъявляться и высокие требования к служебной этике, к поведению и профессиональной деятельности государственного служащего. Поэтому сегодня основная задача наша — это продвижение идеологии добропорядочности, которая основывается на таких ценностях, как честность, справедливость, неподкупность и этичность. То есть здесь мы говорим о принципе клиентоцентричности, да, и в то время, когда сейчас практически вся госслужба переходит в принцип несения службы клиентоориентированности, да, большое количество государственных услуг закреплено в том числе за органами государственных доходов. Поэтому от того, как мы будем их оказывать полноценно, своевременно и качественно, будет зависеть и мнение налогоплательщиков и всего гражданского общества о том, насколько мы компетентны и можем заниматься этой работой. Стремление к высоким стандартам тоже сегодня мы сталкиваемся с неким необходимостью преемственности поколений. То есть подрастает молодежь, новые кадры приходят, и их сразу же с институтской скамьи практически мы стараемся вовлекать в эту корпоративную культуру, обучая и наставляя на то, с чего начинается театр, как говорится, да, с норм поведения, правильного этикета и так далее. И давайте вот еще расскажем о результатах каких-то служебных проверок. Есть какие-то результаты, что-то может было выявлено? Я хотел бы начать с того, что сегодня каждый налогоплательщик, участник внешнеэкономической деятельности, конечно же, может воспользоваться своим правом, обратиться с жалобой, либо в электронном виде, может, через портал, либо в каждом управлении госдоходов у нас имеются ящики для жалоб и предложений, которые мы постоянно изучаем и делаем для себя соответствующий анализ. Вместе с тем, по каждой жалобе мы незамедлительно стараемся принимать меры, разобраться, назначать служебную проверку. И в случае, если этот факт подтверждается, то, конечно же, мы выносим решение о привлечении наших сотрудников к дисциплинарной ответственности. К примеру, в прошлом году за нарушение норм этического кодекса нами было привлечено к ответственности семь сотрудников департамента и районных управлений государственных доходов. В чем они выражались? Основная масса — некорректное, грубое отношение с налогоплательщиками. То есть при обращении к ним напрямую налогоплательщик не получал вразумительного ответа, более того, был удручен элементами общения некорректного, вследствие чего родились такие жалобы. Имеются случаи, когда мы привлекли к ответственности сотрудников, которые допускали факты грубого обращения внутри коллектива, то есть со своими сотрудниками, с подчиненными и так далее. Такие факты тоже мы пресекаем, поскольку они не позволяют коллективу эффективно работать. Нами регулярно проводится мониторинг социальных сетей, интернет-страниц, на которых нами были замечены сотрудники, которые позволяли себе высказывания или комментарии оскорбительного характера. Это тоже не красит государственного служащего, потому что он должен вести себя этично не только на работе, но и в быту. По-своему это дает свои плоды. Допустим, в текущем году всего, пока что прошло почти пять месяцев, вместе с тем, таких фактов у нас сегодня нет. Мы и в дальнейшем будем продолжать эту работу и пытаться привести деятельность наших сотрудников к тому эталону, который от нас требуется. Ну вот, я думаю, такая полезная и познавательная беседа у нас сегодня получилась. Спасибо, что рассказали о своей работе. Успехов вам. Большое спасибо. Я постарался сегодня кратко изложить основные принципы этического поведения и соблюдения антикоррупционных принципов государственными служащими Департамента госдоходов по Крыминской области. Большое спасибо. Спасибо вам. На этом мы с вами прощаемся. И с вами, уважаемые телезрители, тоже. Встретимся ровно через неделю в пятницу в это же время. Редактор субтитров А.Семкин